Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Насчитываем деяния апостолов с толкованием блаженного фефилакта и с комментариями. Деяние 11 глава, 2-й, 10-й стихи. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им о порядку, говоря, В городе Иопии я молился, и в отступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него, и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, присмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. Толкование. Видишь, какую ревность они имели относительно закона. Не постыдились они ни достоинства Петра, ни чудес бывших, ни того прекрасного приготовления, какое сделано было для принятия слова. Но стали рассуждать о таких мелочах. И не говорят, зачем проповедал, но говорят, зачем ел. Петр же не остановился на этой мелочи, но основался на том, что имело великое значение. Если, говорит, они получили духа, то как было не преподать им этого? Этой апологией он показывает, что он ни в чем не виновен, но виновник всего и повсюду Бог, к которому он и относит все. Потому что, говорит он, он показался суд, а я возражал ему. И опять он сказал, а я и этого не послушался. Дух повелел идти. Идя, я не торопился и не тотчас совершил крещение, но опять все совершил дух. Довольно было и того, что явилась плащаница, чтобы убедить его. Но к этому, однако же, присоединился и голос. И однако же защищается. Они пользуются авторитетом учителя. Потому что, чем более кротко он отвечает им, тем более успокаивает их. Комментарий Игнатия Лапкина. Только согласно этому месту писания и толкования, можно заключить, что все, что случается с нами днем наяву, или во сне ночью, в видении или откровении, рождение и смерть, здоровье и болезнь, мир и война, голод и изобилие, благодетствие и разруха. Все, абсолютно все должно содействовать принятию Слова Божия. Проповеди о Христе распятом и воскресшем, и о Его Втором пришествии. Все, что было в истории, что мы смотрели, читали и слышали, все, абсолютно все является приготовлением, какое сделано было для принятия Слова. Это место, которое Божий Пепелак говорит. Я просто повторяю его и показываю. 11 глава, 11-18 стихи. И вот, в тот самый час, три человека встали перед домом, в котором я был посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сей шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в своем доме ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей, и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Ему, Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот здесь как раз показано, как твердо наставление было у них. Это у евреев по сегодняшний день. Что небо для евреев, не для... А остальные, остальные преисподние. Вот такое у них понятие было. И сегодня понятие такое старовеческое, точно так. Не так палец прижал, вот палец. Да какое-то значение имеет палец-то. Вообще без руки человек может быть спасенный. Надо отделять главное от растепенного. А они, видите, главное что? Рассуждение. А как же Бог тогда сотворил с человеком? И вот избрал еврейский народ через него, чтобы они были учителями. Но не так, чтобы Амдал, землю дал, а остальное никому не достается. Этого нет нигде. Бог любит всех. Все его дети. Толкование. Ничего он не мог сказать, что бы боли обнаруживало его смирение, как то, что он сослался на свидетельство братья. Он не говорит о том, что ангел сказал Корнилию, молитвы твои, милосты не твои. Не повествует о правоте этого мужа. Не сообщает, что он сделал так, потому что дух послал его. Что Бог повелел ему. Призвав его оттуда через ангела. Но подтверждает последним, потому что это и само по себе было несомненным доказательством. Но недовольствуется и тем, что вышесказано. Припоминает и изречение Господа. Ничего, говорит, нового не случилось, но только то, что он предсказал. Но скажут, не нужно было и крестить. А между тем крещение было совершено. И не говорит он, я повелел их крестить. Но показывает, что он не сделал ничего нового. Что имели, говорит, мы, то получили и они. Чтобы заградить уста их, он говорит, равен дар. Бог не допускает, чтобы они имели меньше, если он дал равный дар уверовавшим. Что находите вы недостойным, когда мы называем их общниками? Защищаясь против обвинителей, он сильно и жестоко пристражает их. Не мог, говорит, я возбранить этого. От этих слов они сделались кроткими и замолчали. Видишь ли, что благодаря Ричи Петра к народу все сделалось хорошо, когда он рассказал, что случилось. С этого времени, наконец, открылись двери язычникам для вступления в церковь. Вот с этого времени, вот это надо запомнить. Это вторая часть церкви. День Пятидесятницы открылись евреям двери Царства Небесного и для язычников в доме Корнилия. Когда была образована церковь. Вот тогда и было два акта. Одиннадцатая глава с 19 по 26 стих. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господней с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. «Дошел слух осемь до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Толкование. «Немалую заслугу христианству оказало гонение против христиан» Римлянам 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». «Потому что, когда убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в церковь». «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». «Может быть, потому называли их еленами, что они не знали по-еврейски». «Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву?» «Потому что еще не знали о добродетели этого мужа». «Ни одно и то же значит, что Бог – благ и что муж – благ». «Первый благ по существу, будучи началом и источником всех благ, а муж – благ не по существу, но в силу добродетели». «Очень добрый и простой и снисходительный человек был Варнава. Искал, говорит, подвижника, военачальника. Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в течение такого периода времени наслаждался устами его. И это говорит об успехе проповеди Павла. «Когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя, как бы какой отличительный знак, где уверовало три тысячи, где пять тысяч, где такое множество. Но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени, а просто христиане назывались людьми этого пути. Здесь же впервые они удостоились этого имени. «Замечательно, что Антиохия потому особенно и удостоилась главного начальнического престола, что там впервые христиане названы этим именем». Комментарий Игнатия Лапкина. «Разве можно читать это без слез, мысленно прилагая то время, тот город и того проповедника к нашему времени, к нашему городу и к нашим горе проповедникам? Те дали название христиане, которые сохранятся до второго христового пришествия на всех учениках Христа, для всех юрисдикций, сект и христианских ересей. С этим отличительным знаком «Я христианин» умирали миллионы, и все это они получили от проповеди Павла. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту. На какую высоту подняли звание православного христианина 57 тысяч храмов и 1275 монастырей, бывших в России перед Октябрьским переворотом? Говорить об успехе проповеди можно только тогда, когда незнающие Бога и спасение приносят истинное покаяние, оставление навсегда греховной жизни и приносят плоды, достойные своего Искупителя. Успех проповеди заключается в том, что познавшие Господа сами добровольно исследуют Писание, любят Христа и Слово Его, и несут это живое Слово от имени живого Бога в мертвый погибший мир. Сегодняшние карикатурные лжехристианства знают только обряд, видимое, осязаемое, не имеющее подтверждения на страницах Священного Писания. Пусть кто-нибудь припомнит, о каком из патриархов в России, о каком архиерее и о каком священнике можно сказать этими же словами, какими феофилакт характеризует проповедь Павла. Игнатий Брянчанинов, возвратившись из своей инспекции по монастырям России, заявил, что едва ли есть четыре духовных монастыря. Не такую же ли характеристику можно дать всей проповеднической деятельности доверилиционной и нынешней православной церкви. Если ограничиваться тем, что говорить на форумах, конгрессах и съездах о духовности России, и говорить об этом мирским языком, без Слова Божия, в руках и в устах, то на какую высоту и кого можно поднять? Успех проповеди заключается в проповеди о Христе. Не об иконах мироточивых, не о храмах, не о канонизации, а только о Христе и единственное о Христе. 1 Коринфянам 2.4 И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Филиппийцам 1.21 Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Колоссянам 3.4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту. 11 глава 27-30 стихи В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвятерам через Варнаву и Савла. Матфея 11.13 Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Толкование. Он говорит о тех пророках, которые предвозвестили явление его, чтобы не подумали, что голод сделался потому, что явилось христианство. Дух Святой и предсказывает это, потому что и Христос предсказал это. Не потому имеет быть голод, чтобы он должен был быть в силу предопределения, изрещенного изначала, но по причине зол, которые были нанесены святым апостолом. А так как они продолжались, то является великий голод, предвещая Иудим о имеющих быть несчастьях. Посмотри, для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию. Они вместе делаются верующими и вместе приносят плоды, достойные веры. Они показывают милосердие не только близким, но и дальним. Из-за этого становится ясно, что апостолы имели достоинство и старцев. Хотя также они находились на степени диаконом и епископа. Глава 12, 1-5 стихи В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это принято иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни пресноков. И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. При Клавде императоре, потому что римский император Каи назначил Агриппу царем иудейским, опеределив Ирода вместе из Иродиаду в Лугдон, город Галилейский. Это тот Ирод, при котором пострадал Иоанн, как об этом повествуют Иосиф и Евсевий. И так, это разногласия в имени, то есть, что вместо Агриппы сказано Ирод. Произошло или от ошибки песца, или потому что он носил два имени. Замечательно, что из двенадцати учеников Господних прежде всех пострадал Иаков. Верные мужи и состоящее из них общество называется церковью. Чтобы никто не сказал, что апостолы потому бестрепетно и безбоязненно идут навстречу смерти, что Бог восхищает их из рук ее, для того Бог и допустил, чтобы были преданы смерти и старейшие из них, Стефан и Иаков. Этим Бог показывает самим убийцам, что он и этого не удаляет их и здесь не препятствует им. Делом приятным было для их, для их неуместных страстей убийство. И убийство беззаконное. Надо было положить конец их стремлению. А Ирод, как палач больных, а не как врач их, подстрекает их. Хотя тысячи примеров видел он и в жизни деда, и отца своего Ирода. Опять обнаруживается излишняя щепетильность иудеев. Убить они не препятствовали, а препятствовали сделать это в такое время. Это происходило и от гнева, и от боязни. Чем тщательнее была стража, тем более удивительно обнаружение силы Божией. Это случилось ради Петра, который был весьма известен. Послушайте, как они ходатайствовали за учителей. Они не возмутились, не сбунтовались, но обратились к истинной сподвижнице, молитве. Шестой, десятый стихи. Когда же Ирод хотел вывезти его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у двери стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его, и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его, и сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу. И вдруг ангела не стало с ним. Толкование. Не был ни в смущении, ни в страхе, но в ту самую ночь, когда его намеревались вывезти из темницы, спал, представив все на волю Господа. Обратив внимание и на то, как тщательно стража, спали с ним и стражи. Но для чего воссиял свет? Чтобы Петр мог и видеть, и слышать ангела, и чтобы не подумал, что это воображение. Сказано вскоре, чтобы он не замедлил, даже и толкнул его ангел, так крепко он спал. Что же касается выражения, толкнув в ребра, так оно указывает не на смущение ангела, а на побуждение, не затягивать времени. У него были и одежда, и обувь. Хотя в то время следовало ходить без обуви, потому что особенная нужда в ней бывает и зимою. 2 Тимофея 4.12 Постарайся прийти до зимы. Никто не может сказать, чтобы Павел не имел другой одежды, которую он носил. Они не противились повелению Христову. Да не будет. Напротив, они даже очень следовали повелению. Потому что повеление, это было дано на время, а не навсегда. Лука 22.35-36 И сказал им, Когда я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, и имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, Но теперь, кто имеет и мешок, тот возьми его. Так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Толкование. Дальше. Итак, Христос дал в то время такое повеление. Желай показать свое могущество, потому что, скажи мне, какая важность была в том, чтобы иметь одну одежду? Когда нужно было ее мыть, то уже ли следовало ходить на гимм или сидеть дома? А когда наступал сильный холод, и стужа стягивало тело, то неужели следовало отогреваться и не проповедовать? Ведь тела у них были не адамантовые. Это очень естественно при изумительной необычайности того, что случилось. Потому что необычайность знамений поражает зрителя. Петр думал, что видит видение, а сам опоясывался и обувался. Что же другое мог он чувствовать, как неизумление? 11-18 стихи. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» Но она утверждала в своем. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомте осим Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Алкование. Теперь, говорит, узнал, а не тогда. Ангелу угодно было, чтобы сердце Петрова наполнилось радостью вдруг и чтобы он понял то, что случилось уже по освобождении. По размышлению он и видел, что следует не прямо продолжать путь, а возблагодарив благодетеля. А Иоанн, быть может, был не тот, который был постоянно с апостолами. Поэтому писатель и присовокупил его отличия, так как сказал нарицаемого Марка. Быть может, это евангелист Марк, через которого, говорят, передал свое Евангелие Петр. Так как об Евангелии от Марка говорится, что оно Петрова Евангелие. Это предположение оправдывается тем, что Петр и прочие апостолы проводили у него в довольном времени. Обрати внимание на благоговение от раковицы. От радости, говорится, не открыло, но это вышло прекрасно. Иначе прочие изумленные его неожиданным явлениям, пожалуй, не поверили бы, что это он, так как при этом не хотели верить. Это верно, потому что у каждого есть ангел. Со всяким верующим Господа постоянно пребывает ангел, ангел, если только мы не отгоняем его злыми делами. Потому что как дым заставляет удаляться пчел, и как злово не отгоняет голубей, так и смрадный и причиняющий много слез грех отдаляет от нас ангела. А они ожидали, что этот ангел соображается своим положением. Матфея 18, 20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А где Христос, там необходимо быть и архангелом, и прочим силам. Как он нищеславен, не сказал, сделайте известным это всюду, но, братьям. Это потому, что он не хотел испытывать Бога и водить себя самого в искушение. А ангел же не говорил ему об этом. Но тем, что оставил его молча и ночью извел его из темницы, дал ему позволение удалиться, так как апостолы сделали уже то, что было им повелено. Идите, говорится, в храм, проповедуйте народу. 19, 20 стих. Ирод же поискал его, и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из-за Уидеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тириан на свою сторону власта. А на Тириан и Сиданян, они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Толкование. Для Бога возможно было вместе с Петром избавить и их. Но если бы ангел вывел и воинов вместе с Петром, то события сочли бы бегством. Ирода же более печалило то, что он был осмеян, подобно тому, как и деда его, обманутого волхвами, так же более терзало то, что его обманули. Немало значения в том, что писатель упомянул об этой истории, из которой видно, как тотчас же обнаружилось над ним и постигло его наказание. 21-24 стихи. В назначенный день Ирода, надевшись в царскую одежду, сел на возвышенной мести и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Толкование. Иосиф говорит, что Ирод при наступлении следующего дня прибыл в театр, одетый в удивительную по ткани всю сделанную из серебра одежду. Здесь серебро, засиявшее при первом падении на него солнечных лучей, удивительно блистало каким-то поражающим и ужасающим зрителям переливом лучей света. Ильстецы сейчас же стали называть его Богом, прибавляя, будь милостью. Если до сих пор мы боялись тебя как человека, то с этого времени признаем, что ты выше человеческой природы. Заметь, как они льстили, но обратив свой взор и на величие духа апостолов, кого так почитал целый народ, того они презирали. Однако ж, есть листицы и кричали так, то какое же отношение имеет это к Ироду? То, что он принял этот крик, что счел себя достойным такой лести, им же главным образом они и научены такой безрассудной лести. Итак, и тот, и другие заслуживали наказание, так как еще не время суда, то наказывается только тот, кто особенно виноват. Если он, дозволивший себе выслушать лишь такое себе мнение, глаз Божий, а не человеческий, потерпел такое посрамление, то гораздо более был бы наказан Христос, если бы не был самим Богом. Христос, постоянно говоривший слова эти не мои, и ангелы служат мне. 12 глава, 25 стих. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного маркам. Все. Сейчас я высохнусь. Варнава и Савл